Новые госты на молоко, как скажутся на производителях и потребителях, а также рыбные консервы собираются выпускать в Тобольском районе. Здравствуйте, я Инна Михайловская, и это Сельская среда. Трудоустройство сельских жителей. Вопрос всегда актуальный. Преимущество Тобольского района. Например, в том, что там, на трассе, уже открыты и открываются новые объекты придорожного сервиса. Кстати, бойкое место у деревни Алга. Кто часто ездит по Ханты-Мансийской трассе, тот знает, о чем речь. Видавший виды палатки-домики, самовар и беляши. Так вот, скоро внешний вид этого объекта изменится. Трасса Тюмень-Ханты-Мансийск, Тобольский район, торговые ряды у деревни Алга. Они уже стали достопримечательностью этой дороги. Назад в 90-е. Стоят до сих пор, значит, держат марку своих беляшей и чая. Но скоро все изменится. Вместо времянок поставят цивильные палатки, построят и подъезды вместо деревянных мосточков. Лучше будет, как вы думаете? Ну, может и лучше. Там все-таки павильоны будут. Что еще? Вода, свет. Подружиться с продавцами решила Тобольская предприниматель, владелица автокемпинга «Федерал», который находится по соседству. Его открыли в 2010 году, теперь намерены построить второй. Обещают, всем будет хорошо. Рядом с бойки местом у деревни Алга построят гостиницу, автомойку, СТО. А мы будем параллельно работать. Они будут беляши жарить, мы будем машины мыть, колеса ремонтировать. Поэтому у нас все будет параллельно. Мы друг другу мешать не будем. Они будут пирожками торговать, мы будем гостиницу людей заселять. В Тобольском районе на 156 километрах северной трассы расположено 16 объектов придорожного сервиса. У деревни Алга, пожалуй, самый древний. Остальные в большинстве своем перестроены из вагончиков в современные автокемпинги. Один из последних за рулем плюс. А вот исток на 261 километре трассы только закончил возведение гостиницы и реконструкцию кафе. Рядом взяли еще около двух гектаров земли под строительство. Автостоянку хотим сделать только для грузовых машин. Здесь будут находиться легковые машины, автобусы. Пользователи грузовой автостоянки будут пользоваться всеми услугами этого комплекса. То есть это будет единый комплекс. А еще намерены построить бесплатные туалеты для дальнобойщиков. Придумывают различные ходы, лишь бы заполучить клиента. Ведь конкуренция на Тобольской трассе становится все жестче. Чем больше услуг предоставляет объект придорожного сервиса, тем он более конкурентоспособный. А если есть еще и особенность, как здесь, источник с минеральной водой. Температура на выходе плюс 58 градусов. И люди сюда приезжают и отдохнуть, и полечиться. Число автокемпингов в Тобольском районе будет и дальше расти в разработке еще 4 проекта придорожки. Вьетнамские бизнесмены рассматривают возможность строительства в Тюменской области молочных товарных ферм и перерабатывающего завода. Всего планируют строительство 4 комплексов, на которых будут находиться 24 тысячи голов. Для сравнения, в регионе сейчас 54 тысячи с лишним коров, а общее поголовье КРС более 135 тысяч. Потенциальные площадки в Сорокинском и Сладковском районах. Тем временем на рыбоперерабатывающем предприятии в селе Нижней Оремзяной готовятся к запуску консервной линии. Сельские хроники. В жестяные банки пойдет в основном местный карась, ясь, щука, а также обитатели северных водоемов Ряпушка и Щокур. Два года назад предприниматель кадочников получил займ 10 миллионов рублей. Обустроил помещение бывшей котельной, уже закуплено оборудование консервной линии. Сейчас отрабатывают технологии копчения и соления рыбы. Ориентироваться намерены на покупателей среднего достатка и пенсионеров. Когда мы проект просчитывали, там получается хорошая рентабельность. На первоначальном этапе она стоимость где-то баночки будет 40-50 рублей. То есть это очень даже доступная цена и для пенсионеров. Планы у нас из-за финансов, конечно, чуть-чуть сдвинулись. По весне, я думаю, мы начнем консервную линию запускать. Ученики Буньковской школы Упоровского района посетили объекты ЖКХ. Ребята побывали на центральной котельной. Им рассказали о том, как тепло поступает в дома жителей. Школьникам показали обновленное оборудование. Теперь здесь практически исключены аварийные ситуации. Также ребята побывали на Упоровских водоочистных сооружениях. Им показали все этапы очистки. Четыре насосных станции поднимают воду с глубины 70 метров. Это так важно для детей, которые сейчас уже ориентируются, кем быть, куда поступать, какие экзамены сдавать. Поэтому мы начинаем эту работу раньше, не только с девятого класса, но вот сегодня ребята восьмого класса здесь у нас. В Викуловском районе трудоустроиться молодым людям помогает программа «Стажировка выпускников». Ежегодно ее участниками становится 10 человек. Чаще всего молодых специалистов приглашают на работу потребительские кооперативы, сельхозпредприятия и социальные центры. Работодателю выгодно то, что он на период у нас от полутора до четырех месяцев программы «Стажировки». Вот за этот период, во-первых, он смотрит на стажера, как он работает, как он осваивается в коллективе. При этом он не несет никаких затрат на его заработную плату, потому что на этот период мы ему все возмещаем. Новые экспонаты появились в музее на родине Дмитрия Менделеева, который находится в школе Тобольского села Верхняя Римзяна. Правда, к великому ученому они никакого отношения не имеют. Это предметы быта немцев, которые были переселены в Сибирь в военные годы. Сейчас фонды сельского музея насчитывает порядка 600 экспонатов. И небольшой комнаты для них, конечно, мало. Те экспонаты, которые на данный момент находятся, мы их можем расположить даже в нескольких помещениях и с определенной тематикой. Но для этого требуется отдельное помещение, чтобы вынести музей за пределы школ. Новую спортивную секцию открыли в Викулово для людей с ограниченными возможностями здоровья. Настольная игра «Новус» похожа на нарды, морской бой и бильярд, объединенные вместе. Стол установили в обществе инвалидов. В секцию записались уже более 20 человек. Занятия идут почти каждый день. Это можно играть и колясочником. И, допустим, кто-то имеет травму руки, можно играть и с одной рукой. Правила несложные, но игра увлекательная. В Елутровске комплексно подошли к подготовке водителей пассажирского транспорта. Кроме профильного обучения, претенденты изучают узлы и агрегаты машин, учатся техобслуживанию. Сюда же приходят на практику и студенты агротехнологического колледжа. Это помогает им освоиться в профессии. Водительский состав. Начинаем готовить с ремонтной мастерской. На период обучения в автошколе в городе Здуковске они проходят, вернее, даже они работают с лесарями. И здесь у нас мастерской получают богатый опыт по обслуживанию и ремонту подвижного состава. Упоровский кооператив «Усадьба». Это более 800 сдатчиков и 62 приемных пункта. Летом до 18 тонн молока собирают, сейчас несколько меньше. И вот что примечательно. Большую часть сырья на перерабатывающий завод кооператив отправляет первым сортом. Не сразу и не просто. Они добились чистого молока. До 12 тонн молока каждый день привозят в центральный приемный пункт кооператива «Усадьба». Причем сырье уже прошло тщательную проверку. По словам председателя, все молоко проходит тройную фильтрацию. От сдатчика производителя до завода-переработчика. Каждый приемный пункт выкачивается через такой фильтр. То есть, естественно, уже грязь отделяется. И сюда уже молоко чище поступает. Здесь на приемке мы выкачиваем еще через 5 тонн фильтр. Такой же вот фильтр. И уже на отгрузке стоит такой же. То есть тройная фильтрация получается. Для тщательного контроля качества в «Усадьбе» открыли лабораторию. Из каждого приемного пункта сюда привозят пробники молока, которые проходят сложный комплекс проверок. И если хоть один образец забракуют, на место выезжает бригада, чтобы выяснить, что произошло, кто виноват и что делать. Мастер-лаборант Людмила Рискова говорит, что в первую очередь чистота молока зависит от гигиены в ЛПХ и здоровья животных. Это не от нас зависит. Это зависит от сдатчика молока, который правильно его подоил. Все технологии его зависят в первую очередь. А мы уже здесь проверяем, что там надоели. Если плохое молоко, мы выезжаем, проверили, выехали, посмотрели на приемном пункте. Поначалу сдатчики восприняли требования кооператива в штыки. Чтобы переубедить, специалисты ежедневно выезжали в селы и деревни и разъясняли, разъясняли. С 1 октября введены новые ГОСТы. Если раньше КМОФАМ была до 4 миллионов второй сорт, сейчас второй сорт до 500 миллионов КМОФАМ. Раньше был первый сорт до 500 КМОФАМ, а сейчас второй сорт. Это бакосемененность. То есть где-то плохо помыли, где-то грязь попала. Работа с населением и введение тройной фильтрации сделали свое дело. Теперь на переработку молоко поступает в основном первым сортом. Помимо прочего, проводит и оздоровление молочного стада. Больных животных определяют по пробам молока. Владельцам дают рекомендации, и теперь усадьба передает опыт другим кооперативам. О новых требованиях к качеству молока сырья мы поговорили с Рустымом Бетляевым, начальником управления по животноводству областного департамента АПК. Борьба за чистое молоко. Мне кажется, она была всегда, но в последнее время особенно активна. С чем это связано, Рустым Османович? Это связано с тем, что объемы производства молока растут. Мы фактически уходим от дефицита этого важнейшего сырьевого и пищевого продукта. А значит, появляется желание лишний раз это порегулировать. С одной стороны, процесс вечный. Этот продукт, который идет нашим детям прежде всего, это диетический продукт, и сырье для производства молочных продуктов должно быть высокого качества. Сегодня новый ГОСТ, который начал работать, он требования к качеству молока сырья очень-очень повысил. Рустым Османович, давайте по новому ГОСТу проговорим. С 1 октября понятие молоко первого сорта и понятие молоко второго сорта, оно изменилось. Вот расскажите, понятно, что изменилось? В основном изменилось два показателя. Это бактериальная обсемененность молока и число соматических клеток. Соматические клетки характеризуют, от какого животного мы получаем молоко. От здорового маститного или нездорового. Это показатель контроля здоровья. Новый ГОСТ, он практически приблизил требования к идеальному животному. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, теоретически хорошо. А фактически требует от производителей молока очень серьезных усилий, чтобы показатель числа соматических клеток был в соответствии с требованиями нового ГОСТа. Получается, молоко, которое до 1 октября считалось молоком первого сорта, после 1 октября считается молоком второго сорта? Совершенно верно. У нас сортность молока понижена. Это не такая серьезная проблема для сельхозпредприятий, потому что, в принципе, при современном оборудовании, наличии кадров и специальной программой оздоровления, мы можем выйти на показатели, которые соответствуют требованиям нового ГОСТа. А сколько времени нужно, чтобы большие, серьезные, крупные предприятия вышли на эти показатели? Спокойно. Полгода. Полгода. И мы будем сталкиваться со снижением качества молока повсеместно. Без этого, наверное, обойтись трудно. Но хочу сказать, что лидеры уже давно работают по этим нормам. Ну, то есть они безболезненны, наверное, да? Во многом, кто в этой программе участвовал, они пройдут этот этап с минимальными потерями, но потери, тем не менее, будут. Что касается личных подсобных хозяйств. Новые требования, они перед личными подсобными хозяйствами поставили достаточно серьезные проблемы. Дело в том, что по заданию руководства области, губернатора вопрос о повышении качества молока в личных подсобных хозяйствах силами нашего областного закупочного кооператива и кредитного кооператива, да и районными закупочными кооперативами ведется постоянно, уже достаточно давно. Я думаю, что мы в течение года последнего очень интенсивно по этому вопросу работали в связи с тем, что у нас условие оказания государственной поддержки было получение молока первого сорта и цезан на него не ниже 20 рублей за килограмм. Вот когда привязали кооперативы по закупке молока показателям качества и цене, работа с начала прошлого года началась очень интенсивная. Ну и самый важный вопрос – это цена. 20 рублей, личное подсобное хозяйство сейчас и 21-22 рубля получает за ритр сданного молока, если оно соответствует требованиям качества. В условиях подворья получить такое молоко можно. Можно получить молоко высшего качества, но надо очень и очень постараться. Очень и очень постараться. Это же надо менталитет поменять. Да, совершенно верно. Почему же наши крестьяне привыкли жить в определенных условиях? Совершенно верно. В этих вот ведрах, вот с этими тряпочками, даже вот с этого начнем. Совершенно верно. И полностью поменять свою жизнь. Это надо жизнь менять по большому счету. Вы знаете, молоко от личных подсобных хозяйств используется двояко. Первое – для собственных нужд. Здесь никто никого не ограничивает. Вопрос с выходом на рынок. У нас есть единственное преимущество молока в личных подсобных хозяйствах – это низкая себестоимость. Выходя на рынок, тот, кто производит молоко в личных подсобных хозяйствах, он должен понимать, что цена его будет меньше, чем у сельхозтоваропроизводителей. Но если мы выходим на рынок, мы правила рынка должны подчиняться. Мы сейчас добиваемся того, чтобы молоко было первого сорта, причем по самым высоким показателям, таким жестким требованиям. Но мы, как потребители, у нас что, молоко вкуснее будет, сметана вкуснее будет, или, я не знаю, творог там какой-то просто изумительный будет. Для чего все это делается? Мне сложно это сказать, потому что по тем ГОСТам, по которым мы работали, мы получали исключительное по качеству продукцию. Никаких особых требований для введения нового ГОСТа я вот как специалист не вижу, а вот с точки зрения поведения переработчиков молока на рынке, тут вопрос очень-очень важный. Сейчас можно с этой позиции, ну, как-то более уверенно диктовать ценовые условия для производителей молока. Нужно, чтобы крестьяне достойную цену получали. Это правильно, что слишком много на корове держится у нас на селе. Не будет цены, не будет коровы, да и вопрос о конкретном селе встанет в полный рост. Вот, может быть, основная задача нас, а я имею в виду органов власти, это создавать условия для стимулирования потребления молочных продуктов. Есть такие данные, что в стародавние времена против малокровия и истощения использовали молоко. Вот только не коровье и не козье, а свиное. Говорят, доить свинью, с одной стороны, непросто. У этих животных 14 крошечных сосков, и их очень сложно сжимать. С другой стороны, свинья не будет против, если ее будут доить. Такое молоко густое и питательное – это плюсы. А из минусов – сыр из него приготовить сложно, потому что свиное молоко плохо сворачивается. Но это не останавливает Эдварда Ли. Американский повар одержим идеей приготовить сыр из свиного сырья. Чтобы изготовить первую партию рикотты, Эдварду пришлось проникнуть в загон, и он доил животных, пока те спали. Три года назад упрямый фермер и вовсе решил поселиться в свинарнике, чтобы поросяты к нему привыкли и начали доверять. Надеяться, что со временем его соседи с большей охотой будут отдавать молоко. И если все получится, то ресторан Эдварда Ли станет первым заведением в мире, которое предложит посетителям свиной сыр. Ну а теперь о жилье. 9 молодых семей и 31 молодой специалист в Галышмановском районе стали обладателями собственного жилья благодаря программе устойчивого развития сельских территорий. Она действует в течение трех лет. А у тех, кто получил сертификаты в 2016-м, работы еще продолжаются. Учитель физкультуры Александр Гигин строит дом на улице молодых. Всю свою жизнь он прожил в Галышманово и покидать родные места не намерен. Жена и две маленькие дочки пяти и трех лет живут в его родном доме вместе с бабушкой и взрослым племянником. На 70 квадратных метрах уже не нового дома, в шестерун тесновато. В тесноте, да не в обиде. У каждого есть свой угол, есть пространство, чтобы с детьми позаниматься, самим отдохнуть. Ну, все устраивает, в принципе, но как каждой семье молодой хочется что-то свое, свой угол. В большой семье царит лад, но о собственном жилье молодые думали давно. А как только появилась и немного подросла первая дочка, подали документы на участие в программе. Мы собрали много документов, которые нужны по программе. Возникли, конечно, трудности, потому что у меня супруга не с нашего района пришлось ехать в другой район, чтобы брать справки. Потом сдали справки, ждали почти два года, потом только нам позвонили и сказали, что мы уже все проходим и придете, получите сертификат. Как участники программы, Гигины получили 1 миллион 800 тысяч рублей. Но этих денег на такую стройку было недостаточно. Вложили средства материнского капитала, собственные накопления. При этом, по условиям трехстороннего договора, обладатель сертификата в течение двух с половиной лет должен построить и ввести в эксплуатацию свой новый дом. У Гигины в запасе полтора года. Молодой специалист обязан направить на целевое использование вот эти денежные средства. То есть средства эти состоят из двух бюджетов у нас. Здесь участвует и федеральный бюджет, и областной бюджет. Это все расписано в трехстороннем договоре. В будущем семье планируют пополнение, поэтому и дом на 120 квадратов. На перспективу уже готова кровля, фасад осталось закончить внутреннюю отделку. На подворье Абалакского мужского монастыря практически завершили подготовку к зиме. Урожай на складе, животные в загонах за лето многим себя обеспечили и даже с лихвой. Зернотробилку включают, когда нужно приготовить корм для животных. Подворье Абалакского мужского монастыря. Это хозяйство со своей техникой, оборудованием и урожаем. В этом сельхозсезоне засеяли 70 гектаров зерновыми, получили неплохой урожай – 120 тонн зерна. Сейчас оно лежит на складе. Есть и фуражное, и товарное, и семена. Зерновыми мы себя полностью обеспечиваем, даже излишки продаем населению. По картофелю мы тоже закрыли полностью. Мы нынче будем пытаться со своей муки. У нас вот есть мукомольный цех небольшой. Будем пробовать собственного зерна делать муку. А на ферме завершают строительные работы. Возводят дополнительные места для крупнорогатых. Поголовье растет. Сейчас на подворье 16 коров и 9 телят. Получают молоко, сметану, масло и сыр. Работают здесь как монахи, так и трудники. Кормим не только монахов. Что бывает, в общем, мы кормим их только в праздничные дни. В обычные дни для монахов пользуются. Кормим мы трудников. Здесь у нас находятся ребята, которые трудники. У нас значительная часть таких монастырей. За обитателей монастырской конюшни отвечает инок Сергий. И эти лошади, как говорят, не зря едят свое сено. Кстати, его тоже заготовили своими силами. В хозяйстве коней по-прежнему используют как тягловую силу. Конечно, есть техника, но живое средство передвижения и дешевле, и надежнее. Здесь лошадь может быть использована взрослая летом для выпаса скота, помогать с коровками. Но и коляска у нас есть, бричка. И можно катать детей, ребятишек здесь, проведя экскурсию им вокруг монастыря. С приходом зимы на монастырском подворье начнется уже другая жизнь. Техника на приколе, коровы в загоне, а вот лошадей запрягут, и на санях они будут перевозить небольшие грузы. А в пекарне начнут выпекать монастырский хлеб. Тобольское село Крачино. Клуб истоки. Его члены – сельские женщины. Они, конечно, беседуют часто за чашечкой чая, а еще интересные вещи мастерят. Например, куклу-кубышку-травницу. Берут кусочки натуральных тканей, это будущие детали куклы, наполняют их различными травами и, пожалуйста, оригинальное украшение и ароматизатор одновременно. А еще рассказали о том, как сделать различные полезные предметы. А нужно всего-то взять газеты, разрезать на полоски и... А дальше Лариса Дмитриевна расскажет. Это самое начало. Если вы хорошо научитесь крутить трубочки чисто, у вас плетение будет очень ровным. Вот такая трубочка. Вот такие трубочки, обыкновенные, из газетной на спицу накручиваем и получаем вот такие трубочки. Вот из таких выброшенных хлама газет делаем начало. Четыре трубочки ложим так, намазываем их клеем. Теперь четыре трубочки сверху, вот так наискосочек, и четыре трубочки, вот так наискосочек. Итого у нас будет 24 стоечки. Фиксируем самую нижнюю. А здесь, а здесь помечаем, чтобы потом знать, где основание и где самая первая стежка. Вот сюда мы ее заводим, вот так перекручиваем, перекручиваем и фиксируем эти четыре. И вот так у нас начинается основание. Вот то, что у нас получается. Совсем просто. Пошли второй круг. Точно так же. Когда мы вот сюда сплели, все, нам этого достаточно, мы начинаем вот эти вот стоечки просто вот так поднимать. И у нас получается вот такое, потом у нас получится такое круглое большое солнышко. Когда мы его уже сплели до размера хватит дно, мы вот эти стоечки поднимаем кверху и начинаем оплетать вот так. И вот такая круглая получается корзина. Это можно сделать любые. Вот это по виду шляпа. Точно так же сделано. Здесь расширено, потом стоечки и кромочка обработана, и все. Вот так вот. Обыкновенная шляпа получается. Это все ее. Да. Это просто вот куда надо, что-то вот на дачу или это. Бросил хлеб и все. Они чистые, очень чистые. Это вот корзина такая большая. Вот. Это вот маленькая корзиночка. Дома можно под что-то, ну под что, хотя бы цветок повесить. Какую форму вы захотите, такая форма и будет. На этом, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассник». О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи.